На нашу думу это значит объявление муниципального образования Голубинского городского поселения Голубинского района Кировского в 2012 году докладчиком Страшникова Татьяна Алексеевна. Второй вопрос о объяснении и изменении решения Голубинского городской думы 19.12.11 о бюджетном муниципальном образовании Голубинского района Кировского в 2012 году тоже Страшникова Татьяна Алексеевна. Третий вопрос о подтверждении плана приоритетизации муниципального образования Голубинского района Кировского в 2012 году докладчиком Страшникова Татьяна Алексеевна. Татьяна Алексеевна. Татьяна Алексеевна. области, муниципальное образование, городское поселение Белокунинского района Кировской области. Докладчиков Новиков Виктор Сергеевич. Шестой вопрос, который выносится на рассмотрение заявлений от собственников земельных участков, находящихся по улице Ленина, дом 5, это магазин «Китай-город». Докладчик тоже выносит на сбор Новиков Виктор Сергеевич. Седьмой вопрос о внесении изменения в решении Казахстанской думы от 30-го, 09-го, 10-го года, об установлении налога имущества физических лиц, докладчик будет Фанченко Елена Сергеевна. И самый у нас сегодня, вы понимаете, самый сложный вопрос, это восьмой вопрос, на который у меня есть предложение, такие поступили, просто ко мне обращались в устной форме по телефону депутаты нашей думы и разговаривали, что мы боимся за свои семьи, за свое положение в нашем городе, который мы занимаем, потому что вопрос очень серьезный. И я предлагаю восьмой вопрос о внесении изменений в правил земельного пользования застройки муниципального образования городского поселения в Белой Кувенице, Белкунинской районной Кировской области, об утверждении решения Белкунинской городской думы провести в закрытом режиме. Я как председатель, я как председатель думы написал заявление, я думаю, что вот этот момент, надо поставить сейчас на голосование отдельно. За первые семь вопросов я прошу вас голосовать, кто за. За первые семь вопросов. По моему предложению, у меня написано письменное заявление, как председатель, потому что вопрос очень серьезный, я не хотел бы, чтобы наши решения, кто-то обсуждал в городе, и наши семьи, что-то в городе, что-то интересное. От кого вы спритете? Я не имею права сказать, потому что сам будет. Очень бурное обсуждение в социальных сетях, которых я, например, лично вижу угрозу в своей личности. Это серьезно. Между срок я умею читать, поэтому я тоже поддерживаю это предложение. Вот я свое заявление выберу, где я... Уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, прошу отнестись к этому очень серьезно, и я буду на предоставленное голосование. Кто за то... Уже есть эти другое предложение. Я не кричать его, ну что, потом будете воздерживаться, будете против этих моментов, пожалуйста, тресс-седатель. Вот если есть у пресса какие-то конкретно у вас, вот есть разрешение, от кого вы снимаете, от какой организации снимаете? Или вы снимаете чисто для себя? СТС-9 канал, город Киров. Понятно, все, есть официальное разрешение? Да. Покажите, в любом разговоре. Многоходные вопросы, кроме пресса, кто у нас сегодня присутствует? А все, думаю, слушают, я бы, я знаю, все будут здесь присутствовать, все будут, но на решение нашего восьмого вопроса вот, кто у нас сегодня присутствует на заседании Думы, кроме того, кто обычно присутствует. Я зачитал, кто будет, а кто присутствует, мне не дали у вас есть список. Все, все, представьте, пожалуйста. Пожалуйста. Лидия Кузьминична, член приземного районного совета ветеранов, житель города Белоховы. Переводчика Светлана Николаевна, член инициативной группы по запрету постройки бензозаправки, бывшим санитарный, врач, сестра, что в вопросах. Мы тоже самое, мы не знаем, все больницы, это вопрос как-нибудь. Вопросы, потому что это место, это понятно, но вот поступили такие предложения, и я должен был вынести это на нашу. Ну и подвести. Я правда, честно говоря, что еще кто-то есть у меня не знает, поскольку я, по-моему, постоянно представляюсь на заседании, будем заместитель прокурора по-прежнему, но до Уминского района, Кравец Анна Ларезева. И на этом заседании продолжаю оставаться заместителем прокурора. Так что, уважаемые диреки, давайте будем не голосовать. Я, пожалуйста, прошу вас голосовать. Нет, у меня вопрос. Значит, у нас присутствуют лица, которые в Умине не имеют отношения. Я спрашиваю, на каком основании эти лица присутствуют. Почему присутствуют лица? Потому что заседание было незабытным. Если вы со стороны, если захочете, можете идти и посидеть здесь. Да, да, да. Если мы не объявили его закрытым, если мы сразу с вами договорились, чтобы заседание закрыто, никто не будет права. Раз мы это не объявили, то у них присутствуют. Вопросы нет. Но я выношу, что вы говорите? Восьмой вопрос. Решать закрытым. Мы здесь не враги народу нашим. Мы думаем, что они так могут не присутствовать. Решение. Директор, мы все выслушаем. Мы все выслушаем. Решение, мы будем внимать. Кто за это? Прошу голосовать. Считайте, пожалуйста. Кто против? Еще раз. Кто за? Кто за еще раз? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Кто против? Вы сдержались? Один. Так, ну, значит, принято решение большинством. Нет, так хочется спросить. Что хочется? Когда подаем по словам, я вижу, что это удостоверение. А где разве это? Нет, пойдет у нас в общую. Кто говорил о том, что его нужно получать? Ну, так ведь, работайте, если на девятом канале вы должны знать, не будет. Хорошо. Вопросы? Пять дней обжим. Ну, все, уважаемые коллеги. Давайте будем приступать к работе. Когда, подождите, а когда есть смысл перенести восьмой вопрос в первый раз? Зачем? Потому что люди будут сидеть, да, нет. Люди будут сидеть, значит, что... Вот это вообще предложение. Это открытое наше заседание. Наше открытое заседание. Люди присутствуют на заседании. Мы восьмой вопрос только будем задать. Для решения? Для решения. Мы сами себе что-ли не видим? Мы будем слушать дебаты, все будут услышаться и будут слушать. Такие вопросы, почему они должны выглядеть? Нет, ну зачем такие вопросы, которые не интересуют? Нет, почему не интересуют? Они сами граждане. Если не интересуют, они сами граждане. А без сады, если не интересуют. Вас интересуют все восемь вопросов, да? Конечно, бюджет городского поселения у нас тоже интересен. Все понятно. Его обсуждение. Так, давайте, да, будем работать. Первый вопрос у нас. Стражико Татьяна Алексеевна.